90-50, 50-50, а сколько мне надо заплатить? 206 тысяч. В центральном пункте приема оплаты за тепло настоящий ажиотаж. Рязанцы закрывают просроченную задолженность. Акция «В Новый год без долгов» от РМПТС – это большой шаг навстречу всем потребителям. Сегодня общая сумма недоимок около полумиллиарда, но это включая накопившееся пение. Так вот, в компании готовы эти суммы существенно пересмотреть. Условия более широкие, более доступные для граждан, потому что не всегда все могут по прежним условиям оплатить одномоментно весь долг, чтобы списать пение. Поэтому мы предложили жителям сегодня новые услуги. Каждый житель, исходя из своих возможностей, оплачивает какую-то часть долга, и пропорционально этой оплате мы списываем те пени, которые накопились у него за этот период. Допустим, если он оплачивает 4 тысячи из 10 тысяч долгов, то 40% пеней, которые накопились за период просрочки платежа, ему списываются. Пока что эта акция только на декабрь, но, возможно, ее продлят и на следующий год. Единственная просьба от компании РМПТС потребителям оперативно информировать об оплате или частичной оплате долга, чтобы быстрее отследить и быстрее же списать часть пени. Это можно сделать телефонным звонком или же СМС-сообщением. Впрочем, физических точек доступа тоже в городе хватает. У нас есть специалисты и здесь, которые находятся в центральном пункте приема. У нас есть специалисты, которые располагаются в городе на улице Советской Армии в магазине Дикси, это пункт приема КВЦ. Есть специалисты в городской роще, в торговом центре Политаевский 2, тоже в пункте приема КВЦ. Можно обратиться к ним, называть свой адрес и, в общем, получить то, что мы обещали. Вот поэтому мы, конечно, граждан призываем, в общем-то, отозваться на наш призыв, откликнуться на акцию, ну, в общем, сделать то, что они должны были сделать. Оплата долгов тепловикам – это в первую очередь деньги на развитие и улучшение предоставляемых услуг, говорят сегодня в РМПТС. Компания открыта к диалогу в любых ситуациях и обещает найти индивидуальный подход ко всем должникам. Есть же еще варианты с соглашениями и рассрочкой. В общем, надо просто прийти и наладить взаимопонимание.